Добрый вечер, это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня гость программы Точка зрения, председатель департамента образования города Липецк Евгений Павлов. И мы поговорим обо всем, что касается организации образования наших детей в новом учебном году. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте, Светлана. До начала учебного года остались тут считанные дни. И как раз сегодня проходило, наверное, завершающее мероприятие, крупное называлось оно, конференция педагогов Липецка от качества управления, качества образовательных результатов. Но я так понимаю, что, значит, какие-то образовательные результаты мы должны ждать или нацеливаться в этом году новые. Да? Да, совершенно верно. Какие? Но только это был не последний день, завтра еще педсоветы в образовательных учреждениях. Мы говорили о нескольких проблемах, которые существуют в городе Липецк и которые мы должны сделать немножко другими по показателям. Прежде всего, это степень удовлетворенности населением качества образования в школах. Она зависит от многого. Я не буду сейчас распространяться, но это тема отдельного разговора. Это первый показатель. Второй. Мы говорили о проблемах математического образования. К сожалению, город Липецк не блещет на математических олимпиадах, да и количество учеников, которые не смогли сдать на базовом уровне математики, увеличилось. Поэтому проблемы есть. И об этом мы говорили тоже. Мы говорили о том, что надо внедрять новые федеральные государственные образовательные стандарты. И внутри них есть свои образовательные результаты, которые отличаются от советских и к тем, к которым мы привыкли. Ну и, наконец, мы еще раз говорили о дошкольниках, потому что увеличение численности мест для дошколят – это тоже образовательный результат, который должен достичь наш город и решить указанную проблему. Вот четыре ключевых темы. И еще одна была самая интересная тема – это выходящий в России профессиональный стандарт учителя. Он рисует так называемого нового учителя. И мы рассуждали о том, как за один год мы сможем добиться того, чтобы качество подготовки профессиональных учителей сделать более мобильной и интересной. Ну, вот так приблизительно. В общем, тем действительно много, но все-таки хочется о каком-то главном, наверное, поговорить. Все-таки, что сегодня школа должна в первую очередь сделать с учеником за 11 лет, получается? Изменилась какая-то глобальная концепция? Да, абсолютно верно. Она меняется. Это еще раз говорю, связанная с этими четырьмя словами – федеральный государственный образовательный стандарт, они к чему призваны? Мы все привыкли к тому, что дети получают знания, но, к сожалению, не умеют их применять. И, кстати, мировые исследования показывают, что для российского школьника именно так. Мы же должны ребенку дать общие компетенции. Мы должны ребенка превратить в человека, который готов к миру, который разбирается в применении знаний в конкретных ключевых ситуациях. Вот изменение этой парадигмы от знаний к применению знаний – это основа федеральных государственных образовательных стандартов. И это изменение парадигмы, как вы понимаете, оно влияет и на ученика, и на учителя. Ведь надо учить совсем по-другому. Это новая концепция. В ГОСы переходят в пятый класс. А что это значит? Что дети будут не просто учиться, они должны быть обеспечены второй половиной дня для расширения возможностей обучения и многое-многое другое. Поэтому образование меняется, но меняется вот в указанную сторону. Ну, еще один вопрос об этом. Учителя-то вообще принимают эту концепцию? Отличный вопрос. Он тоже сегодня обсуждался. Нет, что такое федеральные государственные образовательные стандарты, все уже поняли. Учителя к ним готовы, мы проводим повышение квалификации, но это не значит, что это не трудно. Вот эту задачу мы сегодня назвали задачей трудной и до конца не решенной. Все-таки по-прежнему учителя привыкли отводить урок, давая набор знаний, а не заставляя ребенка применять знания. Но это не только классноурочная система. Здесь прежде всего необходимо внедрять технологии второй половины дня, когда полученные знания где-то применять. Например, вы знаете математику, где вы можете применить. Один из способов заниматься, например, 3D-моделированием или робототехникой. Если такие условия будут предложены в школу, все будет хорошо, но сказать, что все учителя готовы, мы сегодня не можем. То есть это как раз и были те самые новые образовательные практики, вернее будут? Абсолютно верно. Мы обсуждали, что такое новые образовательные практики. Школы обсуждали, какие методики и какие подходы позволят внедрить федеральные государственные образовательные стандарты воочию. Это первое. И второе. Как оценить не только знания ребенка, мы с вами привыкли это делать, но и как оценить его степень развития. Вы знаете, у нас НИКО, это национальные исследования российские, которые показали, что, например, в начальной школе дети более успешны, если посещают учреждения дополнительного образования. Ну, наверное. А значит, если они более, условно говоря, развитые, вот как это связано, если такая парадигма существует, значит, это надо использовать в своей работе. Это и есть новые образовательные практики. А если честно, а это старые забытые образовательные практики, которые были всегда, мы привыкли к тому, что ребенок посещал учреждения дополнительного образования, развивался на стороне, вот к этому надо возвращаться. Хорошо, поговорим теперь, наверное, о конкретных вопросах. У нас звонки зрителей, телефон, я напомню, 2-3-5-2-4-4, у нас уже есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте, говорите. Школа переходит на новые образовательные стандарты. А когда зарплата учителя перейдет на новый уровень? Спасибо за вопрос. Сегодня тоже это обсуждалось, что значит зарплата учителя переходит на новый уровень. Если вы сравните показатели заработной платы липецкого педагога, ну, например, с 2011 годом или даже с 2012, она выросла практически на 100%. Сегодня эти показатели близки по среднему, к 24 тысячам рублям. А в учреждениях дополнительного образования это около 20 тысяч рублей. Однако, еще раз говорю, это средняя заработная плата. Например, учителя, трудящиеся в лицеях и гимназиях, не скрою, получают намного больше, чем в обычном образовательном учреждении. И у нас таких школ 16. В других школах, конечно, есть меньшая нагрузка учителей, есть меньшая практика их работы. Я не говорю о том, что зарплата учителей в текущую минуту, в текущую секунду, особенно экономическая ситуация, это самое достойное, о чем мы можем поговорить. Но она значительно выросла. И выросла, я думаю, существенно. В то же время мы задаем вопрос, а вместе с ростом заработной платы улучшилось ли качество образования. К сожалению, этот вопрос остается пока без ответа. Ну вот эти вопросы как раз о самой концепции образования можно целый год обсуждать. И даже, наверное, не один. А конкретно, вот вопросы, допустим, проверяли все школы перед открытием учебного года. Все готовы абсолютно? Или какие-то есть еще последние моменты? Ну, по городу Липецкого и все дошкольные учреждения, и учреждения дополнительного образования, и школы приняты. Есть у нас небольшая проблема с 17-й школой, но мы заканчиваем ремонт в этом образовательном учреждении. Я думаю, к 1 сентября оно откроет свои двери для всех учеников. Поэтому будем говорить, что у нас все школы по предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, они приняты и готовы к началу учебного года. А какие-то крупные перемены были в образовательных учреждениях? Как у нас очень долго шла об оптимизации, можно так назвать. Тема слияния и разделения. Ну, за год, за этот год у нас произошло изменение в существовании 30-й и 49-й школы, это 11-й и 10-й микрорайон. Слились эти два образовательных учреждения. Причины очень понятны. Задача государственный переход в односменный режим и государственная задача переход к профильной школе. 49-я школа планирует набирать контингент детей старшего звена в большем количестве, 3-4 класса. И тогда будет возможность в этом образовательном учреждении, едином, создавать профильные классы. До этого в обеих школах было только по одному классу, и мы с вами понимаем, что никакого профильного обучения на 30 детях построить невозможно. Надеемся, что наш предложенный проект будет успешно завершен. Кстати, и могу отметить, что слишком резких движений и высказываний недовольства родителей мы в этом отношении не встретили. Они нас поняли и поверили в то, что для детей будет лучше. Еще один звонок есть. Добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос Евгению Николаевичу. Вот сейчас прозвучало в студии несколько тем, которые сегодня у них там обсуждали на форуме. Вот степень качества образования будут, так сказать, повышать. Но это, наверное, степень качества образования повышать, наверное, с участием родителям надо как-то, правильно? И хотелось бы узнать с участием родителям. Следовательно, значит, родители должны как бы ежедневно знать состояние своего дитя, так сказать, что он получает, какие оценки. Оценки у нас сейчас в дневнике не выставляют. То есть в электронном виде. А в электронном виде у нас тоже не все учителя ставят оценки. И поэтому получается, что я узнаю состояние своего ребенка, оценки, то есть где-то, ну, когда в конце четверти. А какая у вас школа, извините за вопрос? 61-я. Спасибо большое. И вопрос можно? Да, да. Дело в том, что вот мой ребенок как-то вот, ну, не хочет участвовать, значит, в общественной жизни, да, класса, школы. Вот, и как-то на это, значит, смотрят спустя роково. Ну, не хочет и не надо. Но, и говорят, школа не воспитывает. Вот вы воспитываете дома, а он тут приходит, мы ему оказываем услуги, даем, значит, оказываем. Ну, понятно. Вопрос я очень быстро отвечу. Значит, по поводу электронного дневника. Электронный дневник действительно должна вести школа. Если вы не видите достаточно долгое время своей оценки, то в этом случае школа не дорабатывает. Обращайтесь в департамент образования, мы обязательно поправим. Убеждение в том, что в дневник оценки не ставят неверно. Мы ставим оценки в дневник, потому что в текущий момент не принято постановление ни главы администрации Липецкой области, ни главы администрации города Липецк о том, что мы отменяем журналы. Ну, то есть бумажный вариант. Теперь о воспитании и невоспитании в школе. Ну, вот так, сейчас наоборот возвращаются уже. Сегодня на педагогической конференции одной из главных тем было воспитание, и одной из главных тем было, ну, возвращение, что ли, того учителя, к которому мы привыкли. Вот федеральный стандарт профессии учитель говорит, что он должен сочетать компетенции, то есть быть и психологом, и дефектологом, и воспитателем. И не за горами, что учителям придется этим заниматься. В ГОС приведет к тому, что людям в любом случае надо будет заполнять вторую половину дня. А если надо будет заполнять вторую половину дня, то заниматься ребенком персонально. Поэтому я убежден, что еще ваш ребенок не закончит образовательное учреждение, когда вы увидите существенные изменения и переход все-таки школы от знаний компонентов к воспитанию личности и гражданина России. По крайней мере, такую задачу мы сегодня ставили, она интересна, и многими школами возрождается. А получается, значит, учитель сегодня должен не только учить, но и проводить время с детьми после уроков. А учителя вакансии вообще в школе сегодня заполнены? Или, может быть, испугались и пошли искать себе в другое место? Ну, никто не пугается. В текущий момент вакансии среди учительских профессий в городе Липецке нет. Особенно по тем предметам, по которым раньше это было существенно, например, учитель русского языка или учитель истории. То есть мы, к сожалению, не можем устроить даже выпускника, потому что места заполнены. Мы сегодня обсуждали тему заработной платы. Она все-таки повысилась, и поэтому люди остаются работать в образовательном учреждении. Люди стремятся существовать на своей работе. И, естественно, работать качественно. Поэтому вакансии нет, мы этому очень рады. То есть выпускникам следующего года уже некуда? Ну, есть, естественно, вариант старения у кадров. Мы о нем говорим, но к радости к нашей показателе старения падают, а показатели количества молодых педагогов увеличиваются. Если вы посмотрите, то приблизительный, ну, всегда в советской системе имеющийся процент обновлений – это 10%. Когда из системы уходит 100 человек, там 100 человек должно прийти. В нашем уровне это должно было быть тысячи человек. Пока у нас тысяча человек из системы ежегодно не уходит, это значительно меньшая цифра. Но молодежь устраивается, хотя, еще раз говорю, пожилые учителя, учителя среднего возраста с удовольствием работают на своей работе и пока уходить не собираются. Ну, может быть, они как раз берут на себя все, там, и химию, и биологию, например, один специалист. Или все-таки директор? Ну, вы знаете, да, это очень хороший вопрос, кстати. Когда-то это было. И когда-то это был бич образования. Сегодня есть служба Рособранадзора при управлении образованием, одним из подходов которого является отсутствие совмещения профессии. В случае, если это происходит, то вообще школа может лишиться лицензии. Это одно из лицензионных нарушений. Поэтому в городе Липецке была проведена массовая работа в прошлом году и в текущем, ну, прошедшем году, когда мы либо призывали учителей повышать квалификацию, то есть фактически получать второе специализированное образование по имеющемуся предмету, смежному, либо, к сожалению, учителя оставляли данные предметы для того, чтобы освободить их для узких специалистов. Говорить о том, что у нас массово химик преподает, хотя он может преподавать, потому что это один факультет. Но ему пришлось пройти соответствующее повышение квалификации на территории Липецкого института образования. Иначе быть не должно по лицензионным требованиям. Ну, а какие-то новые предметы, потому что всегда появляются идеи, то Россия в окружающем мире, пространстве появляется в этом году? Нет, в сентябре других предметов, кроме тех, которые обозначены сейчас образовательными программами, учебными планами не будет. Поэтому, естественно, не будет закупки учебников. Можно пока спокойно в этом отношении жить. Сделаем небольшой перерыв. Напомню, что сегодня наш гость Евгений Павлов, председатель департамента образования города Липецка. Небольшая реклама, не переключайтесь. Продолжаем программу «Точка зрения». Говорим сегодня о том, что у нас будет 1 сентября и целый учебный год, 9 месяцев. Приятная новость, конечно, что у нас с каждым годом все больше первоклассников. Вот в этом году 5,5 тысяч в Липецке, а 10-классников там 2 тысячи. 2-300. Вот, то есть пропорции приятные. Но школы-то у нас все закрывались, сливались. Дальше на перспективу будет, как в детских садах, проблема нехватки школ? Или вы смотрите? Беслана, ну я напомню, мы ни одного здания не отдали. Поэтому сливались бы они, закрывались бы они, мы здания не отдали, оставили в системе образования под те же самые школы. Даже 29-я школа, которая была закрыта на территории Налмыка, она сейчас воскресная школа. Поэтому в этом отношении мы действовали очень-очень мудро. На мой взгляд. Детей все больше. Я могу вам сказать, что это не только дети, рожденные на территории города Липецка. Например, первоклассник 5500, а вообще детей в сравнении с прошлым годом будет на 1700 больше. Откуда взялись эти дети? Они приехали. Ну, ключевой момент, конечно, Украина. 500 детей нам добавила. Ну и плюс тех, кто желает жить в городе Липецке. Поэтому, несмотря на все, что мы говорим о нашем городе, город привлекательнее. И за это надо сказать спасибо и нам, и власти. Что будет с первой сменой, с наполняемостью школ? Есть ли у нас сейчас проблемы с тем, чтобы уместить детей в образовательные учреждения? Есть. Но они касаются только образовательных учреждений нескольких районов. Это Сокол, где очень много детей. И школы переполнены. Там стройка идет. И это, конечно, Юго-Запад. Это школа номер 20, школа номер 77. Да, мы построили школу в 18 в 28 микрорайоне. Но все-таки люди, живущие в 26 микрорайоне и в ближайшем от этого микрорайона пространстве, идут в 20-ю школу. К тому же у нее достаточно высокий рейтинг. Что мы будем делать? Глава города и глава администрации Липецкой области обсудили эту тему. И я думаю, что уже в текущем, максимум в следующем году, мы начинаем строить новую школу. Ну, у нас и микрорайоны там строятся. Да, школа в 29 микрорайоне. И проектируется школа в микрорайоне Елецкий, который как грибы после осеннего дождя появляется. А внутри образовательных учреждений пока существенных проблем с тем, чтобы дети ходили в образовательные учреждения, нет. Но мы должны признаться, что количество детей в классах, да, большое. Это до 30, 31, 32. Но на одной чаше весов стоит одна сменка, но на другой чаше весов стоит количество детей в классах. Я предлагаю вспомнить наше детство. Мы учились и по 40 человек, и вроде бы более-менее умными людьми выросли. Поэтому я не думаю, что у школ есть существенная проблема сейчас, кроме Юго-Запада и особенно 20-й школы. Ну, все-таки вот те школы, где традиционно много учеников, они-то от второй смены вообще реально избавятся? Да, избавятся? Ну, это очень жестко. Да, мы сейчас выступаем перед горожанами, они заинтересованы в обучении своих детей. Что значит перевести 64-ю гимназию в односменный режим? Ну, сократить вдвое. Это значит сократить контингент вдвое и лишить возможности самого высокого качества образования на территории города Липецка 600 детей. Уверен, что при обсуждении родители скажут, нет, лучше будем учиться во вторую смену. Однако государственная задача есть, перейти в односменный режим. Она распространена на целых 10 лет. И поэтому мы потихоньку, постепенно, в том числе и приводя к закону, рядом со школой должны располагаться дома, дети которых идут именно в это образовательное учреждение, несмотря на статус. Будем потихонечку приводить все в порядок. В основном у нас двухсменный режим именно в самых-самых востребованных образовательных учреждениях. Когда родитель, несмотря на дальность школы от себя, довезет. Довезет из районов. Ну вот они желают, и из районов тоже, но они желают получать образование именно в данном образовательном учреждении. А вот вы сказали рейтинг. То есть, получается, все школы уже сегодня у нас выстроены по рейтингу. Да, и сегодня на конференции мы награждены. Он абсолютно официальный. В городе действует муниципальная система оценки качества. У нее, правда, два подхода. Выбирается школа, которая в абсолютном значении лучшая и в относительном. Ну, для зрителей, когда ты сравниваешь себя в прошлом году и в этом. И у нас есть свои лидеры. Среди инновационных образовательных учреждений это гимназия номер 19, это школа номер 12, это школа номер 44, 64. А среди обычных образовательных учреждений это 33 школа, это школа номер 23, это школа номер 20, которая столь популярна на Юго-Западе и отрадна, что именно так и происходит. Есть рейтинг, школа получает соответствующие гранты. Ну и кроме того, вы знаете, наверное, о том, что 16 липецких школ стали лучшими на территории Липецкой области среди 25 и получили дополнительные денежные средства от управления образованием областного бюджета на увеличение стимулирующих выплат. Вот почему в них, собственно говоря, самая высокая заработная плата. Понятно. У нас звонок от зрителей, еще один вопрос. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, говорите и от телевизора отойдите чуть-чуть. Слушаем вас. Алло. Пожалуйста, говорите. Алло. Вы в эфире. Добрый вечер. Я, к сожалению, только что присоединилась к вашей передаче. Мы учимся в 70-й школе. Это второй класс. Очень вопрос интересует нас по питанию. Питание не очень хорошее, грубо говоря. Поэтому многие дети не хотят питаться в школьной столовой. Тем более уроки очень короткие. Как-то можно решить вопрос, чтобы ребенок не питался в школе? Спасибо. Вот вопрос у меня такой был. Как раз. Я сразу напрямую отвечу, что решить вопрос нельзя. Вопрос не в наш адрес, не в ваш, не в мой, а в адрес норм СанПин, которые четко и ясно говорят о том, что ребенок, пребывающий в организованном коллективе более четырех часов, должен кушать один раз. Более шести часов два раза, более восьми часов три раза. Ну, как в детском лагере. Пятиразовое питание, если вы разложите на время, когда ребенок бодрствует. Поэтому это норма СанПин. И если дети не будут питаться в образовательном учреждении, просто закроют и лишат лицензии. Поэтому питаться надо. Почему же дети не кушают? Да, качество питания. Будет лучше. Ну, вы знаете, мы посещаем образовательные учреждения, я всегда являюсь членом бракиражной комиссии. Все по-разному. Некоторые дети приучены к общественному питанию и к его определенному качеству, который является общественным. Некоторые дети приучены к домашнему питанию, которое бывает специфическим. Поэтому они просто наотрез не кушают. И ничего с ними поделать невозможно в этом отношении. Приучать надо. Среди них 50% мальчиков, они попадут в армию. В конце концов, они, может быть, попадут от бабушек к другим женам. Извините за юмор. И питаться надо быть так, как это будет соответствовать общественному питанию. Да, надо заниматься качеством питания. В этом году мы вновь возрождаем традицию Ассамблеи родительской общественности по проверке качества питания. К тому же область добавляет на... Организацию питания еще определенное количество денежных средств. Это 3 рубля в день. Как для льготной, так и нельготной категории. Мы надеемся, что набор продуктов будет расширен. А контроль за организацией качества питания будет нами улучшен. Ну и новая программа по организации питания предполагает уменьшение количества школ, которые занимаются раздаткой. То есть где-то приготовили, а не раздали. Хотя вопрос удивительный по 70-й школе. Честно говоря, там находится детский сад. Это школа с детским садом. И проблем по питанию из детского сада я как бы не слышал. Но займемся. Спасибо за вопрос. Ну еще один вопрос. У нас там уже человек ждет. Послушаем. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Это вас бабушка беспокоит. У нас получается так, что мою внучку не берут в школу. То есть вы прописаны. И она прописана. Родилась тут. Космонавт 37, взрослый 5. Во-первых, он 6. Ходила в школу 50-ю. Потом моя дочка, ну как там стоять, мать-одиночка, она переехала на Сокол. На Соколе тоже не берут. Она в 9-й школе отучилась. Ей выдали документы. Иди гуляй. А годы в какой? Вот сейчас 7 классов она окончила. Семь. 50-ю, по месту жительства, ее не берут. Он не мерзнет. Нет. Что за динар? Как же департамент? Да, все понятно. Ну, вы видите, история непростая. Ребенок переезжал туда-сюда. Мы не будем выяснять причин, почему так происходит. Ребенок по закону образования не может остаться без образовательной услуги. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться скорейшим образом в отдел общего образования, департамента образования, приемная 3096-01 с соответствующим заявлением. И ваша проблема будет в обязательном порядке решена. В соответствии с законом образования. Ребенок должен учиться в том образовательном учреждении, где он прописан рядом, недалеко от этого образовательного учреждения. Приходите с мамой или приходите бабушка в одиночестве, и мы вам поможем. Ну, в общем, да, надо поспешить. Ну, еще несколько вопросов, пока осталось не так много времени. Про школьную форму. Она у нас в стране в прошлом году, так уже, скажем, повсеместно, официально введена. А вот вы тут сказали в одном из интервью, что, в общем-то, в старших классах, ну, не обязательно мальчикам, девочкам уже так придерживаться. Это ваше частное мнение? Как там директора так к этому отнеслись? Директора относятся через бумагу, у них есть общественные органы, родители, уставы и положения. Если там прописано, что дети ходят в школьной форме с 1 по 11 класс, то мы вынуждены этому подчиниться. Это мое частное мнение, жизненное мнение. Я считаю, что дети 10-11 класса взрослые, развитые, интересные, и некая степень свободы может присутствовать, в том числе, и в парадном костюме. А, в принципе, большинство образовательных учреждений все-таки придерживается темы единой школьной формы. Я лишь повторю, что Ассамблея родительской общественности в этом году генерировала идея все-таки обязательного введения школьной формы в начальном звене. Но многие образовательные учреждения города Липецка делают это до 9 класса. Это не я придумал свое частное мнение, это в том числе выразили и родители. Большинство родителей все-таки старшеклассники – это старшеклассники. Если школа заботится о своем имидже, ну, пусть ходит в общей форме. Если эта тривиальная задача не так важна, ну... Ну, главное, что ходят не в джинсах, а вот именно в строгом... Ну, в каждом уставе сейчас прописано о том, что есть некий деловой стиль, ну, пусть ходят в деловом стиле. Все-таки девчонки – существа красивые, иногда хочется отличиться. А еще вопрос про деньги. Мы сейчас начнем на собрания ходить, собирать на охрану, на уборку, на то, на сё. А вообще вот эти деньги, мы когда учились в школе, сами, у нас не было уборки. Теперь она, ну, когда появится, может быть, возможность оплачивать труд тех же уборщиц, как учителей? Да есть уборщицы в образовательном учреждении. Ну, то есть вот ваша точка зрения поднялась. Ну, моя точка зрения, родители, которые придумали сдавать деньги на уборщицы в частном порядке, я еще раз говорю, в частном порядке, это родители, которые предполагают, что их дети класс убирать не будут. Ага. А мы с вами класс убирали. Вот эту трудовую повинность небольшую, наверное, она была бы полезна для тех, кто хочет не одеваться в школьную форму. Поэтому это вопрос номер один. Ну и вопрос номер два. Конечно, любой сбор денежных средств незаконен, поэтому вы можете поступать с этим, как вы желаете. А вот про охрану скажу, что город и государство пока не способны оплачивать охранные услуги. Родители решают, нужна охрана или нет, и сдают на это денежные средства. Спасибо большое за ответ. И, к сожалению, времени мало, но приходите к нам в течение года. Всегда есть о чем поговорить. Это была точка зрения Евгения Павлова, председатель департамента образования города Липск. Всего доброго. До свидания.